привет всем вы на канале берегей мы продолжаем проходить ходячих мертвецов 400 дней особый эпизод я случайно коту дала по морде пока махала морда кота кошачья иди вот здесь походи сейчас нажмет чуть да нахер он нужен убирай его шел вон толстопус уже нет он не толстопус мы будем играть уже мы это видео снимаем 31 утром но вы это будете смотреть первого уже так что всех с наступившим новым годом у нас он пока не наступил но у вас уже наступил возобновить игру у нас осталось здесь два персонажа и мы выберем шел шел пойдем ты пошел куда ты шел наверно шел да на самом деле так сказала red diner типа кафе какое-то что-то в этом ручку к ножей вы что же ведь это подожди как быстро включилась ушла на 236 день сначала эпидемия решила твоя сестренка хорошо играет у бейки был хорош учитель стеф спасибо за это ей нужно было сосредоточиться на чем ты знаешь помимо всего остального да уж вырасти в таком мире как думаешь это сильно отразиться на ней я пытаюсь защитить ее от этого мира настолько насколько это возможно но у нас здесь все довольно плохо и я хочу чтобы она выросла здесь они за этими стенами бека хороший ребенок сейчас дерьмовые времена и все равно придется пройти может огородить ее от того что я видела спасибо стефани спасибо это было замечательно спасибо сестренка может будем повторять это каждую неделю я не против если роман разрешит а идея неплохая это было потрясающе бы нам всем сейчас нужна музыка а я рассказывал что играл в группе да роман ты нам рассказывал она не хочет слышать об этом снова ладно ладно в таком случае возвращаемся к работе благодаря этому будет вышел овощи что какие овощи ладно за дело хочешь помочь мне и шел провести проверку запасов еще бы на этот раз ты будешь проверять фонарики а я пушки не узнаешь того лысого это ж ганнибал вообще-то хотел убедиться что есть все ли ножи в хорошем состоянии фонарики подожду это ганнибал помнишь на ферме мама и два сына просто не лысину ему сделали ну как бы не изменили лицо эти ножи не помешало бы наточить не волнуйся они в нашем списке это вообще не позаботились о нас о людях чтобы нам читать было комфортно как у нас с патронами лучше чем мы думали мы давненько не пользовались оружием скучная история что да ничего одного не хватает мы так не нашли этот фонарик нет наверное где-то на кукурузном поле пойдем к кукурузное поле это и есть шел да нужно их проверить чтобы убедиться чтобы убедиться что все они исправны я думаю что да кофеварка господи я бы отдала все за чашку утреннего кофе вот так в чем проблема он уже давно не работает когда же это будет же жесть когда будет вкусно пахнет хорошо что мы начали набирать воду дверь в кладовую полка припасы начинают заканчиваться слава богу что теперь у нас есть сад консервы хорошо что больше не приходится устраивать вылазки ради еды наверное голос какой-то дряхлый прокуренный старый наконец-то твоему а ты меня напугал собак голоден наверное узнает что сейчас время кормежки они кормят его ни хера себе жесть он не животный роман но он и не человек больше нет значит рассказала что хочет заниматься их кармашка роман уже мы это обсуждали баки не нужно заниматься таким вещами лучше я знаю ты думаешь что легкая жизнь меня будет лучше но это не так вот это нас мы кормят его а там еще один это далеко не легкая жизнь роман ты понимаешь о чем я должна узнать какие жертвы мы приносим чтобы выжить в этом мире все будет хорошо пока она может защитить тебя но я не хочу чтобы люди стали ей безразличны ладно что есть тот не знаю пойду проверю а я пойду внутрь жду не дождусь супа жесть они у них на кормежках херень что-то ты будил напугал тебе дали жрать паскуда он сказал типа это мое не лезь собака долбаная вот этого мы такого еще не видели до что их как-то а как они его поймали вообще я удивляюсь это же как надо было руки ему как тогда связать наверно я думаю мы узнаем об этом когда-нибудь когда ты захочешь наручать поиграть господи покажите этого урода это на чака похож чон есть бабу ю через знакомые бабу ли где-то мы ее видели 6 дура это уже не бабу ли ты как она ест и не могу понять кости обгладывает пойдем ой поговорить с ним можно смотри смотри с ним можно говорить давай поговорим с вот и весь разговор как дела пудинг пошел ну пойдем накажем ешь кишку паскуда может потом они их научат какие-нибудь трюки зачем их кормить его никогда их не кормил зачем вообще действительно дура ты долбаная господи никогда больше так не делай что на тебя нашло я постоянно так делаю просто нельзя вот так пугать людей теперь уже нельзя это небезопасно а что если бы у меня было оружие я могла бы подумать что ты ходячий о чем ты я я видела ходящего на заднем дворе который ел щенка щенка да думаю это просто подействовал на меня понимаешь он был таким маленьким в последнее время не думаешь о детях но после всего просто понимаешь это как должное вот так да они их можно легко забыть наверное ну а потом понимаешь вот он ты видишь его и хочешь защитить а теперь его уже нет если клайв умрет мы сможем заменить им тех ходячих б.к. снаружи что-то происходит что-то не знаю что ты плохое нам нужно найти романа что-то может происходить сейчас наверное у них они сюда все идем нам нужно найти романа вор вор господи господи что ты с ним сделал я лишь завязал ему глаза и связал руки и сбил его кто-то другой синяки уже были когда мы его поймали стражевые псы застукали его он укушен нет они подобрались не так близко кто он понятия не имею не думаю что он говорит по-английски поверить не могу что он за последние пару недель нам уже проникали дважды когда на нас напали в первый раз мы не смогли их поймать они ушли с огромным количеством медикаментов мы все знаем как не просто выживать там он пришел сюда за едой давайте просто дадим ему еды и отпустим а что если он не один он бы мог быть разведчиком мы не можем рисковать отпуская его но почему бы не позволить ему остаться думаю это неплохая идея нам бы пригодились еще люди которые могли бы нам не нужны здесь лишние люди да и посмотри на него чем она может помочь он даже не говорит по-английски наша группа держится лишь потому что мы умеем общаться между собой ну вот и вся история то есть ты судишь конечно нет но сама подумай он не он не останется здесь если вы принимаете в группу незнакомцев последний раз когда мы так сделали мы потеряли бри а затем верно на с проклятой лодкой группа развалился за верно на его лодке не из-за доверия к незнакомцам я знал что воровать ту лодку было неправильно но согласие с вами нам пришлось избить того подростка и усатого мужчину это было глупо узнаешь то тогда наша группа и развалилась ему нельзя здесь оставаться согласен оставлять его здесь не вариант в его состоянии лишь зря потратим на него припасы это они лодку стырили слушайте мы все знаем у нас есть варианты так что давайте решать либо мы отпускаем его рискуем либо мы убиваем его они лодку стырили сбили бена господи ты серьезно скоты роман прав третьего не дано чё убивать что мы отпустим его это единственное правильное решение говорю тебе мы не можем отпустить его но убить его неужели это решение стефани бойт вы не хотите убивать его мнение джойс и клайва нам тоже известно вот это узнаешь решающий голос за тобой шелл что ты выбираешь шелл что ты выбираешь мы должны освободить его он даже не вооружен нельзя убивать его он не это не самозащита да а что если он вернется сюда и навредит нам он это не одно и то же но в прошлый раз это было давно если мы его убьем то потеряем часть себя которую не сможем вернуть я еще не готова расстаться с ней а прикидываешь у нее глаз нету они лодку стырили сбили бена освободи его надеюсь вы знаете что делать вернан погиб дайте ему еды три или четыре консервы в знак доброй воли а затем уведите отсюда я не знаю понимаешь ли ты меня но лучше тебе понять вот что сегодня ты был на волосок от смерти а если ты еще хоть раз хоть раз придешь сюда и расскажешь кому-нибудь о том где мы то будешь жалеть что не умер сегодня ты знаешь что нам сказали сохранение из этой игры нужно переносить во вторую часть дэн писал не мы не будем ничего переносить а больше никак на наиграть нельзя почему нельзя ну просто сюжет она не пойдет она напишет чтобы как бы вот это все пошло сюжет шоу который мы замутили весь понимаешь у тебя есть четверки нет нет а в карты игра у тебя есть семерки что это ну вот семерка ёп ёп я скучаю по игре на гитаре для публики в смысле это было глупо но весело почему мы так больше не делаем со временем того нападения мы много перестали делать не стоило отпускать того парня Боэт еще был жив и все остальные были как раньше Боэт был уверен что мы поступили правильно а теперь Роман ты же знаешь что это невозможно да но в последний раз Роман не хочет рисковать тогда ему стоит починить сломанные доски у парковки Бека что ты опять выходишь выходил за стенку ты знаешь как это опасно да это же не опасно там никого кроме этих о чем ты ты мы уже два раза пробирались к нам уже два поправили так может быть кто угодно если кто-нибудь увидит тебя и пойдет за тобой не будет такого черт возьми Бека Шелл мне нужно с тобой поговорить открыто в чем дело здравствуй Бека привет когда у тебя появится время подойди ко мне нам нужно поговорить это важно ладно я буду снаружи ты меня заметишь дай нам минутку хорошо только не задерживайся что такое может он узнал про доски черт думаешь если это так я ничего ему не расскажу но больше тебе не стоит подходить к ним ладно оставайся здесь я скоро приду я расскажу тебе в чем дело когда вернусь она пока наши карты подсмотрит верну погиб получается какие доски я не поняла каких ты слышал о чем я говорю что вот они лодку у нас ты или получается верно погиб дедуля вот здесь еще один чернокожий парень он там же был в группе с верным когда мы забрались через люк в отверстие где кто такой верно дедуля который лекарь был помнишь лекарь а где он вот его по ходу он погиб его нету здесь один еще остался человек из той группы когда мы были в этом в туннеле помнишь мы пробирались на за ногу схватили лить и потом открыли такую дырку и там они были в это брик который убили его убил его помнишь и там сейчас один из той группы здесь вот этот чернокожий они лодку стыри они кенни избили парня избили значит кенни с этим с беном выжили да получается выжили и попытались свалить на лодке я вот этого не знаю но они то нет она они тогда дома были Они были дома Они зашли, избили, забрали лодку Вот эта группа, которую, видишь А они, видимо, укатили Здесь Вот эта группа долбанная Которая напала На Бенни Или как его звали, не помню Ты знаешь, что происходит? Не знаю, стоит ли мне рассказывать Прошу, скажи, в чем дело Они застали Стефани за воровством Потом она пыталась сбежать Господи, и что они собираются делать? Не знаю А что мы можем сделать? Пойду поговорю с Романом Мы во всем разберемся Кто такая Стефани? Не знаю Смотри, сейчас ты увидишь человека Может, ты вспомнишь, что он там стоял тоже Когда мы в Ленинграле Ну там, они где-то там Да я пытаюсь идти туда Никак не будет Туда А я думала, мы будем за тех, перспективными Часонажей играть За которых мы уже играли Вот он стоит Вот этот Отлично, ты пришла Я слышала про Стефани Мне жаль И что мы будем делать? Ты знаешь, что мы делаем? Что произошло? Мы поймали ее при попытке сбежать Блин, не помню только Стефани Может, она не сбегала? Может, она ненадолго хотела выйти за стену С тех пор, как случился тот инцидент Ты сделал это место Не знаю Угнетающим Мы сделали его безопасным Она явно пыталась сбежать Она забрала с собой большинство патронов и медикаментов Она кинула нас в шелл Всех нас И теперь мы снова в том положении Что не можем Держать ее здесь Тоже не можем Мне ведь, понимаешь, почему Я тебе это рассказываю? Да Ты хочешь, чтобы я позаботилась об этом? Именно ты и Бойт хотели Отпустить того парня Уговорили всех нас Рискнуть Мы рискнули И мы ошиблись Теперь Бойт мертв Какой Бойт? Теперь у нас нет такой роскоши Теперь мне нужно знать Что ты с нами На все сто процентов Но она одна из нас Это другое Нет, уже нет Когда Стефани хотела уйти И оставить нас без медикаментов и патронов Она понимала, что это означает Смерть для всех нас У тебя есть пушка? Она в трейлере Я даю тебе пять минут Чтобы собраться с мыслями Господи, что же мне сказать, Бэкки? Это решать тебе Чтоб ты не сказала Я поддержу тебя Все, конец Понятно Кто такая Стефани? Я что-то вообще не понимаю Шелл? В чем дело? У меня неприятности? Дело в Стефани Она украла припасы И пыталась сбежать Господи Зачем она это сделала? Роман говорит, что мы должны Убить ее? Я согласна Зачем она так поступила с нами? Это не важно Она сделала то, что сделала Это было глупо Роман хочет, чтобы я это сделала Мне жаль Давай просто покончим с этим Твой пистолет там, в ящике Ну Я не знаю Он сказал Мы одного человека оставили в живых И сделали какую-то ошибку А теперь нас, получается Пытались без припасов И медикаментов оставить Да кто? Я вообще не понимаю Я тоже не понимаю Кто это? Кто это, Стефани? Ладно Я имен даже не запоминаю здесь Вы там нам напишите, пожалуйста Что там действительно сохранение Надо перекидывать в другую игру Потому что Чтобы как бы вот это все учитывалось То, что мы прошли Я не хочу быть тем, кем мы стали Тогда позволь мне это сделать Нет, это сделаю я Только Ты никогда не должна делать такие вещи Просто мне нужна минута Как же все херово Да уж Ну хватит нюни, слюни пускать Идем убиваем Ты знаешь, мы не обязаны это делать Мы можем просто уехать Что? Раньше мы выживали одни Мы уедем сейчас И будем уже далеко Прежде чем они поймут, в чем дело Ты рехнулась? И куда мы поедем? Там ничего нет Пока мы здесь То мы будем в безопасности Группа защитит нас Но надолго ли? Не знаю Если мы будем выживать одни Мы проживем меньше К тому же, ты знаешь правила Если мы попытаемся уехать Роман выследит нас У нас нет выбора Теперь мы такие Какая-то глупая жесть Кто? Иди убивай Что она говорит? Уехай сейчас Да вообще бред какой-то Повысь, мы соберемся Уедем Шибанутая Я тоже думаю, что Или уехать Или убить Убить, конечно Не будь глупой Держись людьми Не хочу подвергать Опасности Если ради этого Нужно стать такой Значит так и будет Можно было свалить Ладно уж Выбор не отмените Бекка это запомни Бекка Только я не понимаю Кто это? Может та третья Третья, которая с ними Тогда стояла А зачем убивать? Ну заперли ее где-нибудь Правильно? Мне жаль Чего жаль? Любого человека Можно где-то запереть Мне тоже В тюряшку Посадить на ключ Давай там сухари Едей Все правильно Чего сразу убивать? Ну у них такие правила Видишь Все конец Ну здесь вот ребенок Да, подросток Скажем так А она получается Пыталась свалить Все забрать И как бы даже О ребенке не подумала Так что вот так вот Да Мы поняли Что это группа Которая это сказала Что это лодка Там они стырли Лодку В общем Там про сохранение Еще раз говорю Что там там Как да как Чтобы как бы у нас Смотрите дело в чем У нас сохранение здесь У нас время начинается Со второго эпизода И когда мы нажимаем 400 дней У нас все время Обновить истории И вот эти все истории Они у нас обновляются И делаются так Как бы Так сказать Так как Если бы мы не играли Как бы Выбор случайных Случайных действий То есть Получается Не мы сами выбираем А мы уже играем То что есть У нас Грубо говоря Что ты хочешь Все тогда Будем заканчивать Нет Я просто хотела Об этом сказать Что нет смысла Вот в этих сохранениях У нас У нас У нас Просто Если мы установим Вторую Вторую часть Второй сезон Как это говорится Как она называется Такое дело Волкин Дэд 2 Наверное Вот Просто нету смысла В этих сохранениях Поэтому я сразу Так и сказала Что нам не надо Говорить ни про какие Сохранения У нас здесь Все истории Случайные Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok